Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня продолжил рабочую поездку по региону. В пятницу 20 марта федеральный политик посещал Энгельский район. Здесь реализуется сразу несколько ранее инициированных проектов. Один из самых значимых парк – покорители космоса. Работы на объекте уже начались. Планируется, что это будет единственный в своем роде мемориально-образовательный комплекс под открытым небом. Предстоит три этапа строительства, а сдача объекта запланирована на 2027 год. Идея создания принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Одним из инвесторов проекта называют известного бизнесмена Романа Абрамовича. Это будет 30 гектар благоустроенной функциональной образовательной территории. И мы от всей команды вам очень благодарны, что это же не только история, это каждого наша личная история. И что спасибо за доверие, что нам позволили в таком проекте участвовать. Проектные предложения, которые были подготовлены, я показывал нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он поддержал необходимость реализации этого проекта. Мы надеемся, что эта поддержка нас обязательно приведет к его завершению, потому что надо решать многие проблемы и искать финансовые ресурсы, привлекать архитекторов, дизайнеров, специалистов, проектировщиков для того, чтобы реализовать этот проект. Это будет образовательный парк. Конечно, должно быть наполнение этого проекта через полет первых космонавтов в космос. Именно поэтому мы определились, что вот эти 108 минут, которые Гагарин провел в космосе, они должны быть отправной точкой для тех, кто будет посещать парк. Чтобы человек, посетивший парк, пережил эти 108 минут, и в будущем в планах есть запустить парк как круг годичный, с тем, чтобы в том числе многие элементы из жизни космонавтов перенести сюда. Но даже автобусы, которые в тот период времени использовались космонавтами, мы уже этот вопрос обсуждали, реставрируем, и будут использованы для подвоза те, кто приедет сюда в места достопримечательностей. Будет возможность купить билет любому жителю России, прилететь в Саратов, посмотреть. То есть это будет отдельно туристический продукт, представленный и всему России, и всем миру. Так что, когда мы говорим парк, это не парк, это у нас проект, парк покорителей космоса. Задача именно заинтересовать население вне границ темой космоса, чтобы человек мог зайти на информационный портал парка, увидеть это, узнать, и захотеть приехать сюда, и захотеть приехать в Саратов. И мы делаем первый этап, это создание мемориальной зоны, восстановление, создание парка, то, что презентуем. Вторая часть у нас образовательный лагерь, образовательный парк, чтобы гости и дети из других регионов могли здесь остаться, переночевать, получить базовые знания. И отдельно еще будет развлекательная зона, где дети тоже через игровые формы, через аттракционы, через детские площадки могли попасть, ну вот почувствовать себя космонавтом. Такого парка нигде в России не строится, такая территория не благоустраивается. Это уникальные опыты для России и для наших архитекторов. В ваших, если хотите, руках, Сергей Александрович, сегодня реализация этого проекта. Мы надеемся, что вы его сделаете качественно, креативно, сделаете так, чтобы у нас, у всех было желание постоянно приходить сюда, возвращаться, проводить время. Мы вот только что обсуждали с главой района. Начинаю это со следующей недели строить велодорожку от Энгельса до парка покорителей космоса с остановкой через каждые два километра, для того, чтобы могли люди отдохнуть. А в зимнее время это будет лыжня, также с возможностью остановиться, попить чай. Проектирование строительства. Проектирование строительства. Но вы одновременно начнете все эти работы. Надеюсь, что также в этом году будет стоять. Работы по строительству мемориального комплекса в Летном городке в самом разгаре. Там на личные средства спикера Госдумы установлен новый памятник Марине Росковой. А старые планируется отреставрировать и установить в сквере имени знаменитой летчицы в Саратове. Все работы планируют завершить до 1 мая этого года. Вот две площадки, которые мы здесь увидим, сейчас мы на них пройдем. Это спортивная и детская. И большая, она будет уже в таком специальном стиле. Летный городок готовится. Мы дополнительно с Валерой Васильевичем обсуждали. Средства сюда еще направим, для того, чтобы здесь все было полно качественно. И в срок, самое главное. Вы скажите, когда вы завершаете памятник? Мы по срокам ставили себе задачу к 27 апреля. Ну, может быть, 2-3 дня назад. В первом мае здесь будет все готово. Спасибо вам за эту красоту. Если бы не вы, у нас бы не было такого красивого памятника. Мы очень благодарны вам за него. Ёлка здесь у нас была, здесь очень здорово. Спасибо вам огромное. У нас с вами это первый этап. На самом деле, планы для тебя более громадные. И освещение здесь очень красивое. Освещение очень яркое. Нам бы по селедке так. Я Марину видел, встречался с ней в 1938 году, когда она возвращалась из своего легендарного. Мы комсомольцы встречали ее на вокзале. Вам повезут. Но это не Марина. Вам повезут. Вам повезут. У скульптора есть свое видение. Нам важно передать память о человеке. Нам важно чтить. А если мы все время будем где-то ковыряться, у нас все это заканчивается, знаете чем? Мусорками, на которые памятники выносят. У нас заканчивается тем, что было здесь раньше, мы его видели с вами. У нас вот с вами еще один памятник. Вот, видите там? Его красиво задрапировали. И этим нужно заниматься. И поэтому, вот при всем уважении ко всем, давайте что-то сделаем, а потом будем обсуждать. А когда мы делать ничего не хотим, но при этом потом выйдем и говорим, да, что-то здесь не так. Я приглашаю вас 1 мая прийти и открыть этот мемориальный комплекс. А самое главное, не надо забывать тех, кто нам дал сегодня возможность жить. Это входные группы с двумя колоннами. И мы переходим на плац. Плац будет также расположен с такими же плитами. Они уже будут большего размера. Соответственно, посередине стела и вечный огонь. Вот стояночная автомобильная площадка уже на сегодняшний день подготовлена. Поэтому следующий этап как раз это уже мемориальная часть 22 плитой стела, фонтан, дополнительное озеленение. И мы выставляем малые формы, которые будут закуплены, дополнительные оплаты в новом городе. На финишной прямой строительство школы в Приволжском. Вы скажите, вы принимаете участие в определении цветовых решений, в выборе? Конечно, принимаем. У нас несколько проектов было проработано, была возможность выбора. Буквально прокрасили краску, образцы. Все согласовались. Переходим к оформлению фасада. Мы с вами укладываемся до 1 сентября. Когда работа будет завершена? Строительный монтажный. Отделочная работа будет завершена 1 июля. Отделочная работа будет в обустройстве 1 августа. 10 августа. 10 августа будем закончить. Ну, давайте мы с вами где-то 10 августа встретимся и обсудим все остальные вопросы. Здесь вот в Приволжском работа ведется по графику. Более того, с использованием технологий современных и есть полное понимание, что мы в сроки уложимся. Смотрите со своей стороны, чтобы было качество. Смотрите, чтобы те решения, которые вы выбрали по цвету деления и вопросы, связанные с размещением класса, с вами в контакте решали, определяли, чтобы у вас был концепт. Так, то есть 1 сентября все дети пойдут туда в школу. А сейчас будем готовиться к новоселью. В первую очередь, понимая, что сюда придут ребятишки как раз вот из начальной школы, которая у нас обсуждается как школа, либо требующая реконструкции, либо других решений. Денежные средства в одинаковом объеме одновременно были выделены и на школу в Приволжском в Энгельсе, и на школу в Авиаторе в Саратове. Также одинаково в этом плане мы относимся и к одной школе, и к другой школе, но в одном случае решения были правильно приняты региональными и местными властями в выборе подрядчиков, проведении конкурсных процедур. И здесь время не было утрачено. Здесь не было срывов, здесь не было разночтений. Здесь все решения, можно считать, принимались эффективными. Это позволяет школу сдать в эксплуатацию намного раньше, чем в Саратове и в Авиаторе. Новая трехэтажная школа с бассейном, который строится поблизости и будет соединен крытым переходом, рассчитана на 825 мест. Планируется, что в этом учебном году школа откроет свои двери для учеников и учителей поселка Приволжский.